Стало известно, что в результате атаки беспилотников по Псковскому аэродрому пострадали семь самолетов. Два борта Л-76 полностью выгорели дотла, еще пять десантных самолетов получили повреждения, но сильного пожара не было. Однако у некоторых из них имеются пробоины корпуса и другие повреждения. Также заявляется, что в результате удара дронами пострадал один бомбардировщик Ту-22. Многие россияне во время атаки Псковского аэродрома садились в свои машины и просто бежали из города. Праздник Успения. И вот 15 минут назад город Псковский начали бомбить. Бомбили аэропорт. Говорят, что беспилотники продолжают падать на город. В городе чуть не военное положение. Сейчас по навигатору пытаемся выехать. Все перекрыто. Ищем пути объезда либо на Москву, либо на Санкт-Петербург. Ее еще там происходит. Большой цикл съемок. Завтра должен был быть. Мухаммад Кибер-Колуков против Грачкова-Кобраса-Океана. Еще 7 мейн-эвентов. Ну, да ладно. Проживемся. Берегите себя. Друзья. Всех обнял. Напуганный россиянин в ужасе рассказывает, что Псковский аэродром разбомбили беспилотники. По его лицу видно, что он не знает, сможет ли вырваться живым из этого Вьетнама. А поэтому в конце записи практически прощается со своими подписчиками. Берегите себя. Берегите себя. Буржи. Всех обнял. А тем временем Соловьев с пеной у рта в студии кричит, что происходит, и не может понять, откуда произошла атака. Россиянам сложно поверить, что наши беспилотники способны пролететь 700 и более километров, и успешно поразить российскую базу. Окупанты крайне не хотят признавать, что их аэродром подвергся массированной атаке и они ничего не смогли сделать. А поэтому просто сообщили в СМИ, что самолеты загорелись сами по себе. Они пишут, что произошло возгорание военно-транспортных самолетов Л-76, а атаку дронов они якобы отразили. На данный момент по всему Пскову расставлена Росгвардия и объявлен план Адельвейс. Через каждые два метра стоят росгвардейцы с дубинками и щитами, которые готовятся подавлять несанкционированный протест беспилотников, если таковые снова вылетят на улице города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова